ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 брали от 20 тысяч за куб. 20 тысяч за куб? 200 тысяч. Пусть порубят. Не, не в этом дело, я заплачу. Я заплачу, только скажите мне, сколько мне удержать с вашей цены? То, что предполагалось вами, на сколько? Вы им заплатите, столько вы удержите. Это, подожди минутку, это принимается? Ну, есть, конечно, вы сейчас скажете 2 миллиона. Нет, 200 тысяч он сказал. Ты не получишь ее за 200 тысяч. А я сниму с вас, сколько вы себе взяли на срубку? 97. А как посмотреть? Да не смотрится. Я вам пришлю завтра все эти калькуляции, понимаете? Пришли. Потому что мы очень долго обсуждали трудозатраты. Георгий Алексеевич, ну что вы спорите? Вы долго говорите, вот я открыл просто, я не обсуждался. У меня доллара нету, доллар полтора месяца подписывается. Ваши калькуляции, вами подписывали все. Я с вами не обсуждал. У вас прошлый договор, если вы говорите, что когда-то что-то было, то же самое, 22 человека. Понятно. Потому что их откуда они 22 человека. Ну от курса, я знаю, это же ваш написано, вами. Вот я открыл договор и ничего там другого не нашел. Вы понимаете? А причем здесь с нашей конторы? Нам хоть когда-нибудь что-нибудь не заплатили? С нашей конторы. Вот ваша контора, мне непонятно. Я еще раз повторяю то, с чего начали, пользуясь случаем. Вы даете цены, с которой нельзя вырубить рубку, вывести рубку вернее. Потом говорите, нет, это дешево, мы возьмем все за другую, несмотря на то, что на тендере убеждали, что ваша цена правильная и включаете все. Так, Иван, или нет? Зачем рубить нормального бетона 10 кубов, чтобы из такого дефекта сделать вот такой глубокий дефект? Мы же сами говорим, это не наш вопрос. Подождите, вы представляете, не ИШП, извините меня, скажите, сколько надо срубить? Мы там собираемся ставить сетки, ставить стержни арматурные. И вместо того, чтобы оставить вот такой дефект, мы по самому глубокому месту, одно место будет на квадратный метр. Георгий Александрович, почему вы мне об этом говорите? Вы открыто дверью, вы не ломитесь, я вот не понимаю вас. Каприелова вы знаете? Прекрасно вы знаете Каприелова. Давайте ваша методология отработанная. Конечно. Вызовите их, обследуем вместе и остановимся на том форме. Абрамыч, вот опять ты начинаешь говорить то, что мы проговорили четыре раза. С третьего по восьмое мая. Четыре раза я могу принести ваше предложение. Мало того, вы давали методику лечения, вы давали глубину снятия бетона по шестьдесят восьмому этажу. Вы все это давали и цену свою давали. Жалко, что Каприелов тогда не смог приехать. У меня это все лежит на столе. В письменном виде. За вашей подписью. Ну я что обманываю? Вы такое впечатление, что я вроде говорю не прав. Значит, чтобы у нас разговор был в некотором смысле то есть слово результативное. Я могу или могу ли я, Георгий Константинович, попросить подрядчику дать свою цену, с которой вы согласитесь абсолютно правильно. Не, ну вы меня извините, пожалуйста, я понимаю, что вы там посмотрите, но это ведь такая позиция какая-то. Нет, вы сами посмотрите, что, как, пойдет, не пойдет. Я не хочу цепляться за ваши слова, что мы с вас удержим столько, сколько заплатим. Я предлагаю вам сейчас сходить, пройти, ознакомиться. Алло. Привет, Свет. Перезвоню через 15 минут. Вот так. Только. Как не так? Не, подожди, Анат, как понять, как не так, что не так? Нет, не так, вы считаете, что Георгий вступил в силу? То есть он вступает в силу, когда хочется вам. Нет, подождите, договор вступает в силу, когда он подписан, насколько я знаю слово, и когда я перечислил на аванс. Он подписывался уже, наверное, я не знаю, с середины апреля. Сейчас у нас конец мая. Ну хорошо, да, с середины апреля по конец мая, и что? Напоминаю только, что у нас конец мая наступил спустя там общероссийские праздники. Что тут такого, да? Я это под камеру говорю. Мало того, что он вступил в силу. Вы извините меня, я специально повел комиссию, мы специально там были на горизонте. Пошел, смотрите, 65-й этаж. Вами там, ой, как немало отбито уже. Ну что, я знаю, я готов. А при чем ведь вы готовы? Все это, за мой счет. Не, я просто специально прошел, посмотрел 65-й этаж. Ну что, ничем не сделано? Много сделано, я про это говорю. Много сделано, никто не спорит. А сколько рубить еще? Зачем это нужно? Слушай, Юрий Стадьевич, вы мне скажите, пожалуйста, что надо рубить столько, сколько надо рубить. Вы мне скажите. Ну, давайте будем судиться в конце концов. Это... Я не иду договор, я не хочу этого договора. Хотя эта часть, которую мы обсуждаем, составляет примерно 8% от стоимости договора. А вы хотите все забрать? Нет. Вот. Нет. Юрий Стадьевич, будьте последовательны. Я еще раз готов задать вам один и тот же вопрос. Третий или четвертый раз по счету. Скажите, пожалуйста, сколько стоит в вашем договоре с рубкой поверхности? Я не собираюсь забирать у вас все. В моем договоре? Я... Да. Давайте, я завтра привезу эти вот расчеты-то, которые изначально доезжали, когда 22 часа получилось. Привезите. Затраты по строчкам шли. Я не знаю, почему вы их не стали показывать. Давайте последовательно подлитошим. Смотрите, что у нас получается. Значит, с одной стороны, 22 человека часа вы принесете мне завтра. С другой стороны, я сейчас вот при всех формулирую, если я неправильно говорю, поправьте. С другой стороны, сколько надо рубить, вы не знаете. Конечно. Потому что на каждом дефекте одна точка может найти, где будет 10 сантиметров глубины, а в другой будет 12 сантиметров, а в третьей будет 5. Ну хорошо, да, может быть. Просто вырубить на всю эту глубину. А кто перед вами ставит такие условия? Низ. Категорически. По самой глубокой точке дефекта вырубить. Ну понятно. А если сегодня наиболее максимально удаленные от наружного слоя выявляются вами, то вы в рабочем порядке что решаете или как? Нет, причем потом приходят и осматривают, что мы сделали. Вот здесь вот, видишь, глубина такая. Вот, пожалуйста, по всей площади на такую же глубину сделайте. Ну понятно. А там появляются кое-какие места, которые вообще снаружи были не видны. Ну хорошо, может быть. Они открылись только после того, как мы слабый бетон срубили. Вот. И вдруг там вот оказывается 20 сантиметров в одном месте. И что? И что? И что? И что? Вызывается в установленном порядке. Не извините, я никому ничего рассказывать нового не собираюсь. Вызывается там условно Пупкин или Сидоров, Иванов, не знаю. И говорит, вот посмотрите, пожалуйста, что у нас получается. У нас было 4 куба, стало там, допустим, 4,5. Может быть, 5,5, я не знаю. Актируется. При этом говорят, что у нас в договоре честным открытым 22 часа подразумевали то-то, а фактически мы делаем то-то. Слушайте, ведь мы вот это сейчас рубили, мы не стали ждать договор, там, подпись. Мы хотели попробовать, чтобы... Нет, я вот подождите минутку. Знаете, самый главный закон в жизни, который должен работать, это закон справедливости, понимаете? Все остальное-то потом. Еще раз спрашиваю, я, мне кажется, объясняю вещи, которые знает любой человек, который занимается производственной деятельностью. Один карандаш длиной 5 сантиметров стоит 20 копеек. Один карандаш длиной 10 сантиметров стоит 27 копеек. Вы мне скажите сколько, сначала 25 или 7. Значит, вот фирма, с которой я разговаривал, так, примерно берется рубить за полторы тысячи долларов в куб. Вот, все. Я вам даю фирму, предлагаю на взлет, которая рубит куб за двадцать тысяч. Может за двадцать две. Не, а может быть за восемнадцать. Скорее всего. Гарантирую мне. То есть я от 20 отнимаю положенные в Российской Федерации сколько процентов? Десять. И больше получаю я сколько, Абрамович? Согласен на восемнадцать тысяч? Честно. ПОТОМА ГОЛИТЕЙ ПОТОМА ГОЛИТЕЙ ПОТОМА ГОЛИТЕЙ ПОТОМА ГОЛИТЕЙ ПОТОМА ГОЛИТЕЙ ПОТОМА Давно-давно известно всем, народное правило. Есть волк, волк, есть ноги. Знаете, что кормит волка? Не ноги там. Ну, народ говорит, что он как раз именно ноги. Я просто к тому говорю, что если есть договорные обязательства, они у нас с вами есть, оформленные причем. Найти подрядчика, если вы сами это сделать не можете Совершенно нетрудно в Москве сегодня Нетрудно Чтобы его найти, ему нужно заплатить Нет, не с того вы начинаете, уважаемый Извините меня, с того я начинаю Это вы нам можете не платить А если я его найду со стороны, я его должен заплатить Подождите, мы когда-нибудь что-нибудь не заплатили по договору? Вот мне, например По прошлому договору, за январь-февраль А почему не заплатили? А вы не стали подписывать бумаги, подписанные всеми Нет Вы документацию свою знаете на лечение? И вы условия мои знаете А вот такие исполнительные документации называются Она вся была Покажите Да все же подписали Там в другом Там в графике Там в графике, елки-палки У нас договор длинный был, вы его обрезали вот так Нет, я его не обрезал А вот так, не обрезал Вот, и начинается Я могу? У нас там склад На 44-м И тут есть А мы несколько этажей сделали лишних Потому что у нас до 60-го этажа был договор Нет, их нет в графике Их нет в графике И что? Но они есть в техническом задании Они есть в техническом задании Слушайте, вы знаете, в некотором смысле слова Господа, вы разберитесь между собой Значит, если, вернее так, внутри себя Если есть определенное оформление документа И порядок оформления документа Документ должен быть оформлен По закону правильно Вот я сегодня только тормознул Извините меня, мороз Не буду называть По какому вопросу Я не собираюсь сам себе, грубо говоря Рождать Как рассказать Возможную претензионную работу Она мне не нужна Приведите в соответствие все Так вот, вы знаете, Григорий Александрович Как вам сказать Вот вы и приводите При этом говорите, что вам деньги Я не могу заплатить деньги За невыполненную, фактически документарно Оформленную работу У нас, между прочим, в договоре В каждом и в любом Полный объем документации В приложениях указан Ну что, они это принимали Они принимали факт выполнения, да Мне кажется, у нас какой-то разговор, знаете Правильный Все будет окончательно подписано Это же нормально И в январские работы пойдет Июня, а может и июня Если так будет подписаться Хотите там прочитать? Комендарный план, что ли? Ну, сами все там Замечательно А хотите, я вторую принесу сюда? Который был? В чем? У нас договор-то на все этажи Слушайте, ну хорошо Мне кажется, я не хочу просто под камеру Вроде там люди, вы солидные Все вас уважают Как-то вот разговор у нас Значит, предлагаю следующий вариант Чтобы нам закончить На сегодня, во всяком случае Значит, во сколько вам удобно встретиться завтра? Не знаю, я тут ее помоги этим В 12, наверное В 12 у меня бетон готов встретиться в час А, в 2 у нас ремокс, да, завтра? Да В раньше могу в 11 Давайте в 11.30 В 11.30 встречаемся здесь Просьба только Значит, я могу рассчитывать, что вы сегодня по электронке дадите расчет трудозатрат Можно было бы даже взять письма, которые у вас лежат Пожалуйста, давайте возьмем Где-то в старых договорах Ну, конечно Ну, а где эти письма? Ну, если я не там по электронке Я просто-напросто Седьмой час Ну, утром-завтра А утром-завтра в 9 Они там иные Ну, утром-завтра пришли Да, мы успеем посмотреть Ну, есть только лежит уже у вас этих Сколько раз посылали Ну, если есть Значит, ну, Герой, давайте все-таки вынесли Я получаю от вас официальный расчет трудозатрат Да, вынесли Я предлагаю сегодня, все равно вы здесь Пройди сейчас показать приблизительно объем У нас на сколько, Михаил, Т.е. Собранович выходит В среднем по этажу Ну, по проекту 10,4 Да нет 10 кубометров, они насчитали дефекты Объем дефектов А сколько вырубить из этих 10 Может добавиться 6 Может добавиться 8 кубов Мы же не знаем А может и убавиться Это мы еще раз И говорили о том, что мы ДОП-Активный гем Эти вопросы Если они рисуют нам схему Например, реализуют этот дефект Если нормальный бетон обнаружили Зачем дальше рубить? Мы о чем говорили? Вы же предварительно все скрываете Они делают обследование А может и дальше надо вскрывать Если скрытая трещина появилась там Чтобы этим шла речь То есть она идет и в плюс, и в минус Георгиевич, вы бы сказали, что вы ошиблись Как мне сказали Ваш подчиненный сказал, что он просто ошибся Один сантиметр посчитал Потому у вас такой расчет Брали примерно 5 сантиметра Ну так это надо было начинать А то вы доводите все Не, ну как мы сняли Толщина 6 сантиметров Вы сантиметра посчитали А то у вас так получилось Ну так скажите Это 6 сантиметров на заполнение Сколько вырубится, не знает никто Это у нас и есть Допработа Мы говорили на историю Так его Абрамович, знаешь, я что хочу сказать Мне вот этот разговор сейчас сказать Чисто по-человечески Говорю, значит, я больше вот вам даже говорю У меня не очень Он какой-то вот по кругу ходит Могу даже сказать приятен Потому что если бы вы не были на тендере Если бы нас не убеждали в своей цене Может быть и не вы бы здесь сидели Это откровенно и честно Поэтому, значит, в 11.30 завтра встречаемся Пройдите, пожалуйста, сейчас С Акемом посмотрите Что надо И на фотографиях только обнатуре Что надо срубить и как надо срубить А вы мне дайте нормальную цену Понимаете? Ведь это не со мной Он согласовывает Что нужно срубить Это нужно с ней Согласовать Это их не пожелание По самому глубокому месту рубить А это будет следующим этапом Вот сначала определите А потом количество рубки Мы там соберем Лучше отдельное совещание Пройдем и посмотрим Просто вот сиди Вот здесь Я прострою физику И про объем дефектовки Я говорить не могу Вот не могу Он знает, что в этой стенке Трещин нет Рубить не надо Вот это я знаю А что делается на 67 этаже Я не знаю И на 66, и на 65 Для этого было прописано Снять сначала Щипнуть слой Посмотреть Если есть Тогда будет дальше Поэтому прошу еще раз повторяю Пройдите, посмотрите Сейчас посмотрим Все остальное Я не отношу ни к вам От этих работ Внимание Не просто вот расчет Я рассчитал так А надо так Нет, ладно Рассчитал бы Пока у нас расчет Появится Хорошо Все, завтра в 11.30 Сейчас, пожалуйста Пройдите Посмотрите С мной завтра будем разбираться Мне звоните Как хотите Он Не решает эти вопросы Эти вопросы решает Проектировщики и не из Вы давайте определимся С объемами Я потом не из вызова Конечно В любом случае Вы без них Что надо делать Проектировщики наставят Чтобы у них работа Это полочка Она должна быть обрамлена Под прямым углом Или не совсем Под прямым Но полка должна быть Отработана Вот о чем Они вот так Как-то нарублены Все Низ смотрит То, что Есть ли там еще Дефекты Нужно ли углубляться Или не нужно Вот о чем Речь идет Низ требует Плоскую заднюю поверхность Дефекта Ты был на 65 этаже? Был И я был Знаешь в чем проблема Сегодня у строй физики Они могут Не у строй физики А у нижней Они не полку не могут Делать И поверхность Они надолбили Отбойным молотком Вот эту кучу Каких-то выбитых Поверхностей И все Она там выглядит Потому что мы еще не начали Понимаешь? Вот так Мы не стали полку оформлять Мы позвали посмотреть Низ устраивает или нет Глубина